Человек с природой тесно связан. Иногда эта связь играет злую шутку, особенно с чувствительными к погоде людьми. Как помочь себе при перепадах атмосферного давления в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. То есть, если у меня начало ныть правое колено, значит, всё, а завтра будет холодно. Вот так. Домашний гидромедцентр – так ласково Екатерину нашу коллегу называет в семье. Девушка ещё в подростковом возрасте поняла, что тесно связана со сменой погодных условий. Именно тогда Екатерина начала следить за своим здоровьем. Однако на себя не всегда хватало времени. В гонке будних дней реально очень не хватает времени на то, чтобы уделить побольше внимания своему здоровью, как-то вникнуть во всё это, может быть, попить какие-то травки, как-то нормализовать своё состояние вне зависимости, чтобы это не влияло на изменение погоды. Поэтому приходится, как и все, на ходу выпить таблетку какую-нибудь от головной боли, от давления и вперёд. Ну, просто ты понимаешь, что у тебя нет возможности, чтобы полежать лишний раз дома, поумирать. И кто, если не мы, соберёт новости и расскажет о них нашим телезрителям. По словам медиков, человек слишком восприимчив к колебаниям погоды из-за ослабленного иммунитета или хронических заболеваний. Причём организм реагирует не на саму погоду, а на её резкое изменение. Это проявляется недомоганием, спазмами и болевым синдромом, которые могут продолжаться до четырёх суток. Продолжительность зависит от организма человека и его возраста. Для того, чтобы уменьшить все эти симптомы, это зарядка по утрам, завтрак, полноценный завтрак, затем закаливание по возможности, контрастный душ, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений своевременное. А самое главное, по словам специалистов, сохранять спокойствие. Ведь у людей, живущих в условиях Крайнего Севера, организм находится в постоянном стрессе. По данным Росгидромета, у нас пик магнитной бури приходится на период с 21 по 25 октября. После 29 октября магнитосфера Земли уже придёт в норму. Чем сильнее солнечная активность, которая вызывает магнитную бурю, тем сильнее влияние на человека, который зависим от этих метеоусловий. И, конечно же, на всех будет влиять это по-разному, но после 29, уже к концу месяца, мы уже не будем ничего замечать. Однако в магнитных бурях есть и свои плюсы. В это время жители Севера могут наблюдать прекрасные явления – северное сияние.